Всем привет! Сегодня мы нарисуем с вами замечательный пейзаж. Первым делом я намечаю границы моей картинки, то есть они не будут доходить у меня до края. Потом с простыми формами я обозначаю объекты, которые у меня будут располагаться на лесе. То есть это на первом плане получается река и куст с цветами, на втором плане домик с елками и третий план большой у меня будет с горами. Первый и второй план прорабатывается более детально, третий прорабатывается тоновыми решениями, совсем без деталировки и контрастов. И третий план у нас остается более холодных оттенков, которые мы не применяем на первый и второй план. Первый план, вот этот кустик мы прорисуем с вами более подробно, даже чем второй план. На втором плане у нас домик небольшой, сильно его прорисовывать не буду, он находится на уровне глаз, поэтому сильных схождений или расхождений параллельных прямых у него тут не прослеживается. Нарисуем трубу, пару окошечек и все. Работу будем выполнять без линера. Елочки также силуэтом обозначаем, а в маркерах мы уже более подробно их прорисуем. Начинаем работу с цветом, выбираем любой фиолетовый, который будет у нас обозначать цветы. Прежде чем приступать к кустику, я обозначила несколько уровней его, соответственно на каждом уровне цветы будут направляться в одном направлении. соцветия мы лишь немного передаем форму. Сначала светлым оттенком, потом берем более темные делаем тени. Дальше берем несколько зеленых, в основном темных и прокрашиваем между нашими соцветиями все пространство. Ближе к нашему контуру, который мы разделили куст на несколько штук, мы там делаем более светлым зеленым. Это как бы верх и на этот верх попадает свет, поэтому он и светлее. Соответственно глубину контрастов мы на первом плане делаем сильно, поэтому даже добавляем холодный серый, темный для того, чтобы усилить глубину и растушевываем опять зеленым. В данной работе нам понадобится несколько зеленых оттенков для того, чтобы, во-первых, разделить разные фрагменты и для более живописности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мы приступаем к береговой линии. Она довольно-таки темная, потому что свет туда совсем не попадает, плюс там еще земля. Земля сама по себе темная, еще и в тени, соответственно, край у нас темный. Прорисовываем силуэт, смотрим, чтобы он не закруглялся в сторону воды, а как бы лежал на воде. Ширина линии вдаль, она становится тоньше, нежели вблизи. То есть слева у нас получается вот эта линия намного шире. А делать ее одинаково нельзя, потому что по законам перспективы все предметы у нас вдаль уменьшаются. Сделаю тени для камушков, потом сверху прорисую более светлым цветом. Можно любой коричневый взять или бежевый. Вдали не так уже видны вот эти все детали у береговой линии, как земля входит в воду. И начинаю прорисовывать холмы. Сверху холм у меня становится светло-зеленым, таком травянистым. Траву несколько костиков прорисовываю на береговой линии. И еще один холмик. Мы сделаем градиент от светлого к темному, и у нас получится несколько уровней. Можно использовать несколько оттенков зеленого, добавить коричневый, добавить оливковый, чтобы как раз у нас получилась живописность. И потом вот этим светлым-зеленым, которым мы начинали работать, мы все эти слои объединяем. Не старайтесь прорисовать траву или что-то типа того, потому что эта часть пейзажа от нас довольно-таки далеко. И любая прорисовка травы, особенно маркером, будет смотреться очень масштабно. То есть если подойти к дому поближе и сравнить вот эту толщину травы и дом, то есть это будет как будто там такая исполинская травища. Поэтому мы просто закрашиваем холмы одним тоном, потом их объединяем, вот как раз в данный момент это происходит, чтобы вот эти все зеленые смешались друг с другом. И приступаем к елочкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добавляем еще более темные зеленые, делаем глубину на деревьях, чтобы вот этот светлый, первый зеленый, ну, относительно светлый, холодный зеленый, оставался поверх деревьев. Теперь тонируем серым, холодной серым воду. Небо у нас будет пасмурное, соответственно, и цвет воды, цвет неба у нас пасмурный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем любой песочный, коричневый на камушке. Вдалеке пару камушков сделаю, потом тени к ним прибавлю. И вот на те тени, которые у нас были, добавляю верхнюю часть плоскости камня, светлая. И делаю немного воду прозрачной, и она просвечивает, видно цвет дна. Можно сказать, речка не глубокая. И плюс добавляю волны на воде. И тени от камней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И стараемся лишь намекнуть на силуэт скалы, горы вернее, со скалистым таким каменным верхом. Камни прорисуем двумя цветами, более светлые и более темные мы будем прорисовывать как бы тени на скале. Свет все-таки больше у нас с правой стороны. Вот, солнышко пробивается сквозь тучи, поэтому освещенные участки у нас больше с правой. Но свет очень рассеянный, поэтому можно не делать сильных акцентов на нашем третьем плане, лишь немножко углубить. Продолжение следует... 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 И еще добавим белым пермаментным маркером толщиной 0,5. Верхние части от этих цветов, там они более тоненькие такие соцветия. Их прорисуем. И несколько белых точек сделаем, как будто в воздухе летают какие-то частицы для того, чтобы показать глубину пространства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok